здравствуйте дорогие друзья рано ищуся всем рожь ходыш второго месяца адар и сегодня воскресенье майсы я расскажу спорт сидение как плохо сидеть о здоровье сидение то очень плохо все так говорят особенно поборники здорового образа жизни не говорят вы проводите много времени у экранов за письменным столом рискуете поздоровать здоровье и по оценкам восс это гиподинаме сегодня занимает четвертое место среди самых опасных опередив болезни опередив даже ожирение мы засиживаемся до смерти заявил доктор жеймс левин один из выдающихся мировых экспертов дело в том что мы просто не созданы для сидения мы наше тело создано чтобы шевелиться стоять ходить бегать там двигаться если не давать ему регулярную физическую нагрузку то можно плохо это так но это правило применимо и к духу к сознанию ко всему остальному кроме того что есть понятие из кабалы что безнравственная жизнь обезвожу обездвиживает кроме как в доме бога обычно евреи никогда не сидели еврейская жизнь началась с двух путешествий аврам вышел из месопотамия маша и сына израиля из египта ходи передо мной написано и будь непорочен сказал бог авраму в возрасте девяносто сколько там девяти лет сразу после того как сделали обрезание аврам увидел трех людей и побежал к ним сказано что бегом бежал да и стих яков поселился сидел там в стране где жил у отец раша ссылаясь на мудрецов сказал что я яков решил пожить спокойно впервые начались проблемы итак в конце нашей недельной главы вот сейчас когда мы пикудеи начинаем читать завершающую книгу шмот собрано святилище собрано составные части в заключительных стихах нам раскрывается какое-то облако славы наполнило шатер встречи по конструкции он был переносным да но когда надо было сниматься с места облака перемещались из шатра встречи на какое-то место указывая направление и евреи шли если оно не поднималось оно стояло над ним люди никуда не шли между первым и вторым случаем когда в тексте говорится во всех переходах есть разница в первом случае когда показано куда идти действительно оно шло а во втором когда над святилищем находилось такого нет оно не стояло на святилище он стояла в богу и потом только приходила как приходила сюда в храм как вы на стоянку когда заканчивали разбивать лагерь да и вот теперь разъяснение всего этой сложности которую я вам рассказал разъяснение начнем лингвистическое в нем содержится поразительная мысль раша нам сказал одну истину быть подборником бога идти за богом значит путешествовать надо не останавливаться иудаизм это путешествие не конечный пункт назначения даже место отдыха стоянка все равно значит называется переходом процесс жили не в домах а в шатрах первый случай когда нам сообщила тора вообще слова дом да где вторие из яков выдвинулся в суккот и там построил дом для скота сделал шалаши до суккота поэтому назвал место суккот то есть ошеломляющий стих яков не только стал первым вообще кто построил дом но и называет это место не домом а не бетаэлем а называет его хлебом для скота такое впечатление что яков сознательно или бессознательно понимал что жить вот этой жизнью завета означает быть готовым продолжать странствовать продолжать путь с переход за переходом и обратите внимание евреи всегда испания франция германия всегда надо быть готовым куда-то ехать и кто-то может подумать что применимо к тем временам которые были но сейчас видите что происходит то же самое написано земляне может быть продана безвозвратно для чего это чему это меня учит если мы будем жить так как будто земля на веки принадлежит нам наше пребывание окажется на ней только временным если мы будем жить так как будто все в этом мире есть время перемены и рост это мы будем правильно понимать этих этот мир до дом англичанина написано крепость дом еврея это шатер сука мы знаем что земная жизнь это временное жилище поэтому ценим каждое мгновение я в 2016 году в возрасте 96 лет скончался выдающийся британский еврей лорд вайденфельд он был издателем бизнесменом политическим советником президента такого и последнее что он сделал успел в конце жизни 96 лет слушайте спас 20 тысяч христианских беженцев которые скрывались от игил в сирии и в интервью times вот когда ему исполнилось 92 года его спросили большинство людей после 90 снижают темп жизни а вы как он говорит знаете что я его даже ускоряю потому что когда доживаешь до 92 лет начинаешь замечать что дверь вот-вот закроется а мне так много нужно сделать до закрытия дверей и чем старше становлюсь тем усерднее приходится работать это для меня это формула сохранения молодости так что что говорит нам вообще нам мудрецы говорили наши самые самые книги говорили наши души как и тела создание для того чтобы сидеть мы созданы чтобы шевелиться ходить путешествовать учиться искать стремиться к чему-то и развиваться знаю что нам не доведется завершить начатое мы все равно не должны стоять в стороне в иудаизме нам говорится что в стихах книга шмот вот которые мы сейчас начали говорится в последних даже стоянка остановка пути это наше путешествие браха вы от слаха хорошего праздника